Фаиль научных рядом с нами, научный сотрудник интерактивного музея. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Мне всегда нравится, когда Фаиль готовится, он говорит, так, вот здесь вот вспыхнет, и ты сразу такой, а так, где? Да здесь, да и байкет, и так далее. Это наш штатный волшебник, с помощью его знаний рук и, конечно же, всяких разных химических ингредиентов, мы порой делаем вещи ого-го какие. Чем мы сегодня займемся и будем удивлять друг друга? Первое, мы с вами поколдуем и воду, жидкость превратим в твердое вещество. Ого! Нужно сказать волшебное закликание, взять волшебную палочку и ей слегка прикоснуться к раствору. Женя, пожалуйста. Надеюсь, повезет. Давай. Можно спросить, почему ты себе защитную маску надеваешь, а мне не даешь? Я не знаю, это как-то традиция и халат, и маска. Да, я сделал шаг назад. Не, ладно, могу снять. Могу снять и смотреть. Итак, Павел, здесь у нас только вода. Отчасти, отчасти вода. Мне нужно что сделать? Ну, нужно взмахнуть и прикоснуться. Так, ну ладно, я помню, что когда Фейль Горелл вспыхнет здесь, он не показывал на эту банку. Сюда не показывал. Нужно взять крупный план, разумеется. Ничего страшного не случится. Крупным планом взять этот стакан. Так, возьмите крупным планом стакан. Давай, Женя, два. Помните, что я вас как бы не подвергаю риску? Да, мы помним. И особо страшно, он никогда не старается не давать. Так, сейчас, секунду, мы дождемся крупного плана все-таки. Да, потому что здесь вот, сейчас можно увидеть, что здесь вот жидкость. Ну да. Согласны? Вот оно. Да, но она такая гелеобразная, не просто вода, знаете ли. Ну, может быть, да. Давайте. Так, есть крупный план? Да. Волшебное заглядание, какое помните из Гарри Поттера? Никакого. Петрификус Татаус, я не знаю, кто там. Хорошо, Петрификус Татаус, столбеней. Женя, ой, боже мой, что это такое? Чего не происходит? Как это, Женя, надо верить? Потому что не взмахнули, нужно еще раз. Так, хорошо. Да, желательно мне на голову. Петрификус Татаус, столбеней. Что происходит? Да я сам не знаю, на самом деле. Фейн, долго я еще буду палочкой так? Что-то не то с палочкой. Да нет, с палочкой все хорошо. Так, еще раз тогда давайте. Это игра Фаиля научных в прямом уфе или программе. Так. И нужно держать там палочку. Ох, вот это да. Это что сейчас случилось? Ну, только что вы научились заклинанию отвердевания жидкости. Да. Женя, как профессиональный научный эксперт, смотрит в сосуд, да, ждет, когда оттуда что-нибудь поднимется. Причем это не просто, у нас здесь отвердело можете потрогать, прикоснуться к этому стакану. Вот потрогайте. А он горячий. А этот можете потрогать. А этот, ну, прохладный. Так, секунду, стоп, я вообще не поняла. Обычно же вода твердеет при отрицательных температурах. Почему он горячий, а она замерзла? А это волшебная реакция. Она экзотермическая, с выделением тепла. Поэтому здесь мы с вами чувствуем тепло, ну, порядка 45-50 градусов. Короче, никто ничего не понял, но все обалдели. Да, крахмал там, наверное, какой-нибудь. Нет, с крахмалом так не получится. Вот, можно и валом дать попробовать. Точно так же в этот стакан опустить. Мы увидели, что все прекрасно получается уже. Что ты боишься? Зачем будем переводить еще один? Да, опускайте и держите там палочку. Чтобы успел это заснять. Ой-ой-ой. Этот вот ценный процесс называется кристаллизация. Вон оно как. Ну, раскройте нам секрет, что там с чем так? С чем вы палочку помазали? Что вообще произошло? Палочку ничего не помазал. Фокус, фокус. Оказывается, эта жидкость, она должна быть кристаллом при этой температуре. Но она не успела кристаллизоваться. А с помощью волшебной палочки вы дали ей толчок кристаллизации. Все предельно просто. Активировали ее. Конечно, как дважды два. Так, ладно, хорошо. Это в нашей волшебной школе называется перенасыщенный раствор. Ничего не пахнет особо. Перенасыщенный раствор. Так, хорошо. Так, ладно. У нас есть еще один эксперимент. Еще один эксперимент. Так, ну здесь мы возьмем, конечно же, волшебные ингредиенты. Немного пороха. Главное не переборщить, разумеется. Да уж, пожалуйста. Так, это всем известное вещество. Называется по-волшебному перманганат калия. А по-русски? Круто. Марганцовка называется. Тепноватая для марганцовки. Ну как? Не, не, не. Не, нормально? Не, нормально. Это вещество слегка опасное. Это кислота. Так, главное не переборщить, разумеется. Ну уже переборщил, мне кажется, да? Ну чуть-чуть, да, наверное. Почему она зеленая, если это марганцовка? Это кислота зеленая. О, она уже, кстати, задымилась. Там еще какой-то цвет появился. Вот здесь точно нужно надеть маску. Так, снова берите крупным планом. Разумеется, я беру волшебную палочку, которую, возможно, не сдобровать. Без огня, смотрите, без спичек мы... И... Так, еще раз. Ой, полетели, полетели аж медки. А что это с чем? Кислота, сморганцовка и... И немножко спирта. Да, оно... На столе у нас остались остатки этой реакции, очень похожие на скоревшую бумагу. Это сморганцовка, которая испарилась и такими, как словно, пылинками полетела. Вот так. Дети, помните, что повторять это можно только в интерактивном музее, и только вместе с сотрудниками этого музея. Ну, либо, если вдруг ваши родители химики, можно и с ними. Правильно. Самостоятельно не надо. Либо в волшебных школах института физики, химии, университетах и прочее. Да, ну, в конце концов, вам такое навряд ли удаться повторить, потому что ни кислоты, ни сопутствующих ингредиентов... Не держат все, нет. ...такого нет. Слушайте, Фаэль, я вот хотел спросить. Давайте. Часто в магазинах встречаются, особенно в детских, ну, или, так сказать, подростковых, современные наборы. Юный химик, юный физик. А можно что-то подобное сделать? Конечно. Вот точно такая штука там продается готовая. А еще покажите, пожалуйста, крупным планом. Смотрите, очень красивый просто цвет, прям невероятно. Какой-то изумрудный, что ли, или... Это красивый цвет того, как разъедается поднос сейчас. Ой-ой-ой. То есть у нас есть шанс его поднять, и будет дырка? Ну нет, там слишком толстый слой, не успеет так быстро. Ладно, хорошо. Ну хорошо, мы вам показали вот таких два химических эксперимента, как мне, кажется, очень даже зрительным. Отлично, большое спасибо, Фаэль, что сегодня к нам пришли. Спасибо большое, что в очередной раз наши руки, ноги и голова целы и невредимы. Да, сейчас только стол протрем, все в порядке будет. Да, до новых встреч, продолжим эфир выпусков новостей прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok